Здравствуйте! В эфире политический клуб «Открытые позиции». Меня зовут Илья Леонтьев. Мы собираемся в этой студии, чтобы обсудить главные события уходящих дней. Для этого к нам присоединяются эксперты. Это директор областной газеты «Провинциальный телеграф», кандидат политических наук Михаил Шмирев и заведующий кафедрой Павловского института управления, кандидат политических наук Иван Бирюлин. Давайте поговорим о международных событиях. Жестокое убийство журналистки Дарьи Дугиной, несомненно, одна из главных тем. К чести правоохранительных органов, надо сказать, что преступление уже раскрыто, по крайней мере, нам так сказали. Главная подозреваемая – гражданка Украины. К тому, что диверсанты, украинские диверсанты, убивают каких-то заметных людей, представителей власти, журналистов на Украине, на самой Украине, на освобожденных территориях, к сожалению, мы уже привыкли. Теперь получается, что они нанесли удар непосредственно на территории России, причем в Москве, в столице. Иван Викторович, на Ваш взгляд, как нашей стране реагировать на подобные нападения? Да, конечно, очередная печальная такая, одна из печальных новостей. Ну, тут хотелось бы сказать, что, во-первых, многие не представляют просто семейство Дугиных. И я думаю, вообще у многих возникает вопрос, почему об этом много так говорится. И, ну, я думаю, это многим непонятно. Я вот пару слов просто скажу, чтобы было ясно. Ну, во-первых, отец Александр Дугин, он достаточно известный философ, российский политолог, социолог, работает в МГУ, профессор. Он один из основоположников так называемой четвертой политической концепции. Ну, если так кратко, то вот смысл такой, что есть либерализм, фашизм, социализм. Все это, в общем-то, проходит. Уже это, как чистых идеологем таких уже сейчас не осталось. Одни так нарративы. И вот четвертый уклад – это как раз евразийское единое пространство, которое образует новый и политический режим, и новые политико-экономические системы, и новое геополитическое пространство. И, в общем-то, вот это пространство должно начать воссоединение свое, что ли, именно вот с возвращения бывших утраченных территорий России, ну, бывших, можно сказать, республик, можно сказать, прост территорий. Ну, и, в частности, вот начало должно было быть положено с Украины. Но это он сказал еще давно. Это где-то уже начало 2000-х, конец 90-х. Это вот его идеи были тогда рождены. И вот так уж получается, что сейчас эти процессы как бы пошли. И действительно все это идет. И евразийское пространство перестраивается. И Евросоюз как бы здесь тоже свою роль в этом играет. И Украина действительно здесь вот возникла. То есть как-то все совпало. И вот на этой волне Дугины, да, дочь, она журналистка, она, естественно, таких же, в общем, сторонник идеи отца, пророссийский, естественно, настроенный человек. Она, естественно, что освещала эти события вот в таком посыле, в таком ключе. И понятно, что, ну, на самой Украине они воспринимались, ну, как, в общем, такие, не то что инородные, но вредоносные, скажем так, идеи, вредоносные мысли. Вот как мы воспринимаем вредоносность, там, распада России, там, на какие-то там куски. Вот для них это примерно то же самое. Поэтому понятно, почему они посчитали их своими врагами и даже вот пошли на такое, что вот ликвидировать. Это просто про людей. А вот что касается теракта, ну, вы знаете, это террор самый настоящий. Ну, как бы государственный террор. Сам по себе террор вещь такая исторически известная. Ей пользовались многие, но в основном ей пользуются, в общем-то, террористы. Террористы, боевики, люди, которые не могут изменить что-то легально. Фанасики. Да, не могут на что-то повлиять вот так вот, как бы, ну, цивилизованным, скажем так, способом. Но, тем не менее, хотят все-таки что-то показать, кому-то там отомстить, кого-то запугать, чего-то такое вот достичь, такое отрицательное. Вот они прибегают к таким формам. Что касается, что делать России, ну, что тут можно сказать. Безусловно, что Россия это государство, которое придерживается норм права, закона. И отвечать на террор, такой вот индивидуальный террор, ну, это же какая-то кровная месть. Понятно, что мы этого делать не можем, и Россия этого делать не может. То, что должны быть найдены виновные, ну, и, собственно, исполнители-то уже найдены. Ну, заказчики тоже понятны. И, наверное, придет время, когда, в общем-то, государство наше доберется и до заказчиков. И какой-то новый нюрнбергский процесс состоится. И там, наверное, в этом числе будут основатели, заказчики этого преступления. В том числе. Но это вопрос времени. А пока, ну, что делать? Сопереживать семье, может быть, помогать. Ну, и понимать, что все-таки тут надо еще такой момент важный. Ведь он же, этот жак, направлен не просто на индивидуальную ликвидацию. Он же направлен на запугивание. На запугивание, прежде всего, кого? Интеллигенции. Которая, ну, поддерживает свою страну, свой народ. В том числе и военную операцию. Здесь очень важный момент. Они не должны бояться. Они должны себя чувствовать в безопасности. Потому что, в общем-то, именно этот слой во многом обеспечивает и культурные какие-то компоненты, и прохождение, и объяснение, и компромиссы между властью и обществом. И объяснение трудных ситуаций. Ну, много чего. Вот этот слой на себя как бы берет, общаясь, являясь посредниками, доводя свои идеи до общества. Но являясь посредниками между властью, государством и обществом. И, конечно, я надеюсь, что так просто не запугать. Но в то же время государство должно, конечно, показать, что это не должно повторяться. То есть люди должны себя чувствовать все-таки спокойно, безопасно. Михайлович, Вы как считаете, как Россия, как государство, ее системы государства должны отреагировать на убийство, на теракт в отношении Дарьи Дугиной? Ну, хотел бы начать с того, что это убийство, теракт далеко не единственный. На протяжении последних месяцев диверсанты, террористы, будем так говорить, с Украины, совершают много обстрелов, много нападений на территории России. От этого страдают люди. И гибнутые, и раненые. Это мы все знаем из выпусков новостей. Что касается данного конкретного инцидента, то оно получилось резонансным уже в силу известных причин. Во-первых, это произошло в Москве, а не где-то на периферии, в пограничных с Украиной территориях. И это как бы взбудоражило элиту. А вторая причина действительно кроется в фигуре, на кого был направлен этот теракт. Действительно, Александр Дугин являлся носителем неприязненной для украинских нацистов идеи. Нельзя сказать, что Александр Дугин был властителем умов в России, но эту идею он евразийства, русского мира, как сейчас ее принято называть, он ее вынашивал и пропагандировал на протяжении многих лет. Он не был политиком, он не является политиком, он больше себя позиционирует именно как философ и как общественный деятель. Но, тем не менее, они в качестве жертвы выбрали его, его дочь, потому что до них и дотянуться оказалось им проще. И этот теракт как бы наносит для них такой символический характер. Точно так же, как они уничтожали тех журналистов, которые высказывали подобные взгляды на Украине, общественных деятелей, как они совершали теракты против лидеров ДНР, всем известные, уже сейчас порядком подзабытые. Почек-то примерно один и тот же, так же взрывает людей. Ну, реагировать, безусловно, надо, я тут не совсем согласен своим коллегой, реагировать надо не только из-за нее одной, реагировать надо по совокупности всего этого. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что надо однозначно расценивать киевский режим или режим Зеленского как террористический и использовать весь арсенал, набор средств борьбы с террором, с террористами. В том числе и персональное, ну, буду говорить прямо, персональное уничтожение лидеров. То есть обезглавление лидеров-террористов – это один из эффективных методов борьбы с террором. Поэтому у нас в обществе как бы зреет вот это вот некоторое недовольство, почему как бы медленно пробуксовывает силовой наш блок и зреет, когда все больше запросов, когда начнутся более решительные действия. Ну, если мы сейчас вот говорим о так называемых ударах по центрам принятия решений, ну, то есть фактически, да, действительно, по руководителям Украины, по Зеленскому, по его там советникам и так далее, по правительству, не получится ли так, что Украина окажется в состоянии полного хаоса после того, как вот тот же Зеленский будет уничтожен, и это приведет к огромному количеству жертв мирных жителей в той же Украине, чего российская сторона, это неоднократно подчеркивалось, не хочет? Ну, это основная причина, почему, наверное, я так полагаю, это основная причина, почему российское руководство сдерживается, и почему у нас военные действия не принимают такой масштабный и силовой наступательный характер. Разумеется, к украинцам относятся как к своим, не как к щиту, не как к объекту для насилия, и как их рассматривают украинские нацисты. Но надо понимать, что уже есть такие силовые, точные методы уничтожения лидеров. Я хочу напомнить, как уничтожили в свое время Тудаева по звонку мобильного телефона, на сигнал мобильного телефона, просто направили ракету, и она уничтожила его, его окружение, банди-бандформирование. И, собственно говоря, там невинные люди не пострадали. Примерно так можно выслеживать и тех террористов, которые сидят в Киеве. Иван Викторович, президент Украины Владимир Зеленский на этой же неделе, вот, неделе убийства Дарьи Дугиной, отметился жесткими заявлениями. В частности, он заявил, что Крым надо возвращать любыми средствами. То есть Украина будет возвращать Крым любыми средствами, даже так. Началось это после того, как стало известно о том, что на Донбассе начинается подготовка к трибуналу над военными преступниками. И вот, прежде чем продолжим, давайте послушаем, что по поводу этого трибунала, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины, Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называют последней чертой в вопросе переговоров с Россией. Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан, стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования. Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества. Иван Викторович, ну и вопрос о реакции России. Опять о реакции России. У нас сегодня такой блог будет про нашу реакцию. На очень многие вещи. Не пора ли действительно начать наносить удары по центру принятия решений, по Зеленскому и его приспешникам? Видите, ну тут как бы два вопроса. Тут и Крым в очередной раз всплывает. Вообще меня позиция Зеленского, и не только, кстати, Зеленского, даже, например, президент Франции, который говорит, общаясь с Зеленским, что с Россией нельзя придерживаться компромиссного сценария, что Украина должна исключительно победить. Меня, честно говоря, печалит. Почему? Потому что, ну если Зеленский говорит о том, что Крым – это исключительные условия для переговоров, то это говорит о том, что Зеленский не собирается вести эти переговоры и не рассматривает вообще этих сценариев. Потому что я думаю, что нет никаких сомнений, что Россия Крым никому не собирается отдавать. Когда вот лидер Франции говорит, что нет компромиссов и только победы, ну прекрасно понимая, что этого не будет, а будет наоборот. Это тоже говорит о том, что он либо уже не знает, что говорит вообще, либо на что он толкает вообще людей. То есть пока вас тут всех в пепел, как говорится, не перетрем за наши интересы европейские, вы будете бескомпромиссно с Россией воевать. Ну так что ли это перевести? Ну там европейские интересы, наверное, сомнительные. Там скорее американские интересы. Ну, пусть так. Но, в общем, мне это говорит об этом. То есть что люди думают не о том, о чем надо бы подумать-то уже. Это с одной стороны. А с другой стороны, про ликвидацию, про эти точечные удары, ну, конечно, сложно говорить. Здесь скорее все-таки надо специалистам военным на эти вещи отвечать. Потому что мы все-таки слабо представляем точечный удар по пункту управления. Это же надо Киев обстрелять. Вот ведь они же где-то на территории этого города находятся. Даже если высокоточным оружием их обстрелять, какой радиус вообще разрушения, поражения? То есть вместе с этим какими-то лидерами, еще кем-то, сколько еще людей затянет в эту историю? Какой это вызовет резонанс? Это первое. Второе, чего мы хотим. Мы ведь хотим Украины как бы в будущем, ну, как в худшем, как сказать, в минимальном случае это мирного соседа, где все вопросы решены. И да, понятно, что эта история, она так тоже просто не исчезнет быстро, но чтобы мы могли дальше идти вместе. И если вот так сейчас делать, сможем ли мы идти вместе дальше? Или, ну, может быть, и сможем, но как это будет? Это будет труднее. Это вот второй момент. Но есть еще и третий момент. Это кого мы сделаем из них, если вот так ликвидируем? Вот, например, все, я думаю, знают про Ливию. И как погиб ее лидер. Ну, даже если Каддафи был там виноват или еще что-то, да? Ну, наверное, не так, что на площади разорвать его на несколько частей, надглумиться над ним и не разрешать с площади убирать, пока он не сгниет. То есть это же ведь делает из этого человека как-то, ну, не то, что нелегитимно свергнутого, но вообще как-то просто... Мученика. Мученика, да. Ну и зачем нам тогда делать из Зеленского такого мученика? Мировое сообщество должно участвовать в Нюрнбергском трибунале, в кавычках, новом. Все должны понять все, что было совершено, и кто это совершил. Они должны быть осуждены правом, и это должно быть все легитимно. Вот это, я думаю, будет нормальная основа для дальнейшего движения вперед, а не вот так их просто там разорвать, взорвать, а дальше-то что? Ну, тогда получается некое противоречие. С одной стороны, Зеленский на переговоры идти не хочет, он выдвигает заведомо неприменимые условия, а с другой стороны, получается, что и уничтожать его тоже не стоит, потому что он превратится в икону. Ну, вот когда Украине не останется сил уже сопротивляться, не с чем будет сопротивляться и неким, да, там, ну, или там как. Вот тогда, я думаю, просто начнется вот этот процесс. Это цель Запада, чтобы истощилась и Россия, и Украина. Нет, там как раз нужно уничтожить эту легитимную, в кавычках, их власть, обезглавить ее, действительно посеять там хаос во власти, и те выскочки, которые будут там приходить, они не будут ни обладать ни легитимностью, ни доверием, и власть тогда посыпется. И закончить этот вопрос будет гораздо проще, нежели когда у них там выстроенная вертикаль власти, имеющая формальную легитимность, легальность и все остальное. Вот у меня такая точка зрения. Ну, а сравнение с Каддафи не совсем уместно, потому что Каддафи уничтожили как именно национального лидера, человек, который действительно созидал и много хотел для своего народа, но он очень сильно мешал Западу. Хорошо, давайте еще одна резонансная история, на которую тоже как-то страна должна реагировать, мы должны как-то реагировать. Это снос в Риге памятника советским воинам. В 1985 году, если не ошибаюсь, его поставили, и вот теперь на волне всех этих украинских событий. Ну, там-то и в Прибалтике раньше памятники советской эпохи не жаловали, а сейчас вот на волне всех этих украинских событий приняли решение этот памятник снести. Ну, к чести местных жителей надо сказать, что не все это поддержали решение по уничтожению памятника, там были задержания, протестующие задержания были, люди попадали в полицию. Но, тем не менее, Михаил Викторович, ну, понятно, что вести переговоры с прибалтийскими карликами, ну, на самом деле, ну, давайте скажем так, наверное, не о чем нам с ними сейчас разговаривать. Понятно, что они русофобию сделали, ну, своей государственной идеологией, да, они живут за счет этого, они получают там деньги из-за океана, благодаря этому финансируются, выживают за счет этого. Но, тем не менее, не реагировать на эти истории тоже невозможно, ведь потому что это создает негативный фон вокруг нашей страны. Да, я полностью с этим согласен, и поэтому требовать от них, чтобы они прекратили эти действия, бессмысленно. Они их не прекратят, потому что им так велено. Надо внимательно посмотреть, я считаю, наши международные отношения и экономические взаимоотношения. И выясняется много интересов. Ну, во-первых, если они отказываются выдавать российским гражданам Шенген, ну, тогда закрыть их посольство и все оставить одного консула, всех обратно отправить на их историческую родину, пересмотреть экономические отношения. Вот, к ним поступает электроэнергия с России. От них поступают, наверное, как по-прежнему какие-то рижские шпроты, бальзам рижский и так далее. Вспомните, как в свое время перекрыли из Грузии поток боржоми и так далее. И вина, да. Да, и вина. Ну, вот эти вещи так же провернуть. И мы-то от этого не пострадаем, потому что для российской экономики это нет ни что, а для них российский рынок значит очень многое. Что касается примерно той же электроэнергии, конечно, это не труба с нефтью, которую можно перекрыть. Но снизить объем подаваемой электроэнергии, допустим, это может. Для них будет к зиме достаточно чувствительно. То есть вот такие вот шаги, они вполне уместны. Еще хочу вспомнить о чем. В свое время, когда развалили Советский Союз, Россия взяла на себя много обязательств. Вообще было много договоренностей, в том числе по сохранению памятников и многих других вещей. При Балте все это дело нарушили. А мы продолжаем как бы вот эти вот нести время обязательств. Ну, давайте тогда, может быть, пересмотрим, объявим, что они должны часть советских долгов возместить. Вот, наконец, Нарва, где вот убрали этот памятник, это когда-то, это вообще-то русский город, Иван-город, который в свое время вернул Петр Первый. Отсюда вопрос, а почему бы нам не поднять вопрос о границах? И вот этот вопрос для него очень будет чувствительный. Отменить эту демаркацию границ и предъявить территориальные претензии. Вот тогда они уже будут зашевелиться. Они сейчас, конечно, бравируют тем, что они члены НАТО, и за ними весь блок выступит. Но они ошибаются. Американцы за них воевать не будут. Ну, давайте не будем говорить о настолько страшных вещах. Иван Николаевич, как Вы считаете, как наша страна, мы как граждане должны реагировать на события Фрибалтики, на, в частности, снос памятников советской эпохи? Вообще, конечно, война с памятниками – это, наверное, признак бессилия. Потому что с памятниками легко воевать у себя на территории, тем более, в общем-то, хочу – снесу, хочу – не снесу. Знаете, вот мне кажется, там происходят какие-то такие тоже, может быть, не знаю уж тектонические или нет, но серьезные сдвиги в сознании у людей. Потому что ведь этот памятник уже, вот его сейчас сносят, но с ним история уже длится, там, год, наверное, целый. Его хотят все сносить, там, и так далее. И там были очень сильные протестные движения, где выходило не 50 человек, а там несколько тысяч человек. Там демонстративно убирали цветы бульдозерами, как бы так небрежно, их сваливали там в грузовик. Люди их опять приносили, там выставляли оцепление, чтобы не подходили к памятнику. Люди приносили за оцепление, цветы клали. И там эта волна идет. И вот здесь, конечно, показательный момент, что общество, во-первых, неоднородно, вот простые люди неоднородны. То есть я не говорю, что они там поддерживают наши действия, но то, что они поддерживают память к Советскому Союзу, к прошлому, и, в общем-то, относятся к этому позитивно, это факт. И таких людей там немало. То, что это для них тоже внутренний такой раскол по факту, то есть за кого? За себя, за НАТО, за Америку, за Россию, за сотрудничество и так далее. Это тоже явно. И этот памятник, он вот как такой вот Рубикон, что ли, вот в сознании. Кто за, кто против. И, конечно, я думаю, что большая часть молчит, как обычно. И, может быть, они и против, но, так сказать, выйти, рисковать, попасть в полицию и так далее, желающих все-таки немного из простых людей. Но то, что там есть неоднородность и расколостость общества, это однозначно. Поэтому вот власть такими именно действиями, вот этот раскол, она его только еще усугубляет, только делает его больнее, делает его глубже. Это однозначно. Но вот по поводу нашей реакции, конечно, можно было бы сказать, что, да, мол, ну, что делать, мы здесь при чем? Ну, вот они не хотят. Но это, конечно, неправильно. Потому что, во-первых, вся эта история закончится, и Россия все равно очень сильно присутствует везде, во всей Европе. И, конечно, вот эти памятники, они тоже такие неплохие опорные точки для возвратов к общему диалогу, к общим историям, к общим культурам, ну и так далее. И, конечно, если их везде поубирать, это нам сложнее будет восстанавливаться тоже вот в этом формате. Но вот в плане реакции, я здесь согласен с Михаилом Викторовичем, действительно, мы могли бы показать свое непонимание, недовольство, ну, вот экономическим, там, политическим, в общем-то, моментом. Я думаю, что это было бы им чувствительно. Хотя, наверное, их не остановило бы от сноса этого памятника. Вот что касается самого памятника, то, кстати, в Госдуме звучали предложения, мне кажется, вполне такие здравые. Если бы власти Риги вообще позволили бы этот памятник забрать, то надо бы, наверное, было бы его забрать. Вот дальнейшая его судьба, она там может быть разная. Может быть, он вернулся бы на место на свое потом. Может быть, не вернулся бы, был бы сохранен в России. Но все-таки это наша история. Это часть, в общем-то, наших действий. И мне бы не хотелось, чтобы она просто была там расплавлена, разрушена, раздроблена. Пускай сохранится. Но, наверное, они не разрешат этого сделать, конечно. Ну, посмотрим. Для них это такое же показательное силологическое разрушение, как вот и первый вопрос, который мы обсуждали под Угиным. Ну, и, наверное, да, действительно, про реакцию. Если говорить о нас, о гражданах, о простых, наверное, каждый россиянин может перестать покупать продукцию, сделанную в Прибалтике. И я думаю, что это уже будет достаточно ощутимо. Мы сейчас ненадолго прервемся, а после паузы вернемся в студию. Это политический клуб открытой позиции. И мы продолжаем. Давайте поговорим о событиях нашей Саратовской области. Выборы губернатора и депутатов областной думы наконец-то стали заметны. Появились там билборды с лицами кандидатов. Начались теледебаты, радиодебаты. В почтовых ящиках кое-где стала появляться предвыборная агитация. Михаил Ильич, давайте с вас, наверное, начнем. Как вы оцениваете старт избирательной кампании? Вот такой явный старт имеется в виду, да? Кто из кандидатов, что в губернаторы, что из партии, претендующих на места в парламенте, как бы хорошо пошел, а кто вот притормаживает? Ну, вот как мы предполагали в одной из наших предыдущих передач, выпусков, то, что долгую избирательную кампанию никто планировать не будет. Все как раз вот начали заниматься агитацией вот за несколько недель до дня голосования, до часа X. И, разумеется, стартанули все достаточно по-разному. Это все как раз и отражение того, кто как настроен на эту кампанию. Победить или просто поучаствовать. Или выторговать себе какие-то более интересные условия. Да, или так. Разумеется, стоит прежде всего обратить внимание на лидеров избирательной кампании. Это, если говорить про губернаторскую Бусаргину, мы сейчас видим, что вся область разве увешана его билбордами. Одновременно и партия Дина России также повсеместно разместила билборды. Но это не значит, что они только этим ограничиваются. Тот же Бусаргин достаточно регулярно посещает районы. Кроме того, отдельные депутаты, кандидаты, извиняюсь, депутаты, тоже постоянно колесят, я знаю, наблюдая за ними по своим округам. То есть, занимаются такими точными встречами. Менее масштабно этим занимаются, пожалуй, коммунисты. Но по коммунистам можно сказать еще и то, что не будучи настроены окончательно на победу, они по опыту своих прошлых компаний готовятся к дискредитации выборов, на мой взгляд. Как вот на одном из последних заседаний обл.збиркома случился такой, ну, не инцидент, но они стали массово вербовать даже не наблюдательные избирательные комиссии на избирательных участках, а доверенных лиц кандидатов. То есть, это люди, которые могут посещать любой участок, любое заседание избирательной комиссии, причем они их набирают отовсюду, с других регионов тоже. То есть, получая вполне обоснованно высказывают в обл.збиркоме такие опасения, что формируют такие некоторые летучие группы, которые могут объявиться на избирательном участке, строить скандал, попытаться сорвать подсчет голосов и многие другие вещи, которые мы наблюдали год назад на выбор в Государственную Думу. Но вот, если не суждено победить, то хотя бы они попытаются выборы дискредитировать. На мой взгляд, эти опасения есть, они вполне обоснованы и, наверное, стоит к этому готовиться. Что касается других участников избирательной кампании, пожалуй, их никак незаметно и комментировать здесь особо нечего. Давайте мы их все-таки назовем, потому что, чтобы все равновили перед законом, это либерал-демократы ЛДПР, это справедливая Россия, за правду, они участвуют также во всех уровнях выборов. Иван Николаевич, Ваша точка зрения, кто удачно стартовал на этом публичном этапе предвыборной кампании, а кто засиделся? Кстати, мне хотел бы пару цифров привести по поводу конкуренции. Между прочим, если я думаю, что не ошибусь, 365 у нас зарегистрировано кандидатов на областную думу, 10 человек на место. Ну, да, чуть поменьше, 7 человек на место. То есть, вообще-то, по цифрам, очень конкурентная среда. И это, кстати, показатель активности и желающих людей. Да, конечно, мы понимаем, что где-то там может быть есть спойлеры тоже определенные, обеспечивающие конкурентную среду. Все это ясно, но, тем не менее, это же основа все-таки конкурентных людей, которые хотели бы претендовать на эти места. Это первое. То есть, люди не боятся, я хочу сказать, проблем, каких-то дел. Идут. Есть. Есть желающие. Это раз. А второе, это, наверное, заслуга вообще избирательной системы. Ну, в частности, ЦИКа, который в этом году, на мой взгляд, не то чтобы лояльно относится к регистрации кандидатов, но, по крайней мере, не делает больших проблем в регистрации. То есть, если формальные вещи все соблюдены, никому не было отказано. Все, кто хотел, все, в общем-то, участвуют. Это тоже, я считаю, большая заслуга. Несмотря на то, что выборы проходят непростое, скажем так, время, и на них нет возможности тратить сейчас, допустим, больших средств, чтобы там три месяца раскачивать общество. Ну, и вообще, в целом, информационная повестка, конечно, перегружена, понятно, другой ситуацией. но, тем не менее, ЦИК обеспечила конкурентность, и это хорошо. То есть, на каждом одном округе есть из кого выбирать, и есть кому за что бороться. Это плюс. Это вот первое. А второе, вы знаете, вот у меня лично складывается такое ощущение, что как-то вот, тут я, может быть, все-таки больше про Саратовскую область скажу, так за всю Россию трудно это ответить. Вот по Саратовской области ощущение складывается, что партии привыкли, что есть в области локомотив. Вот в виде единой России, в виде ключевых исполнительных лиц. И вот такое ощущение, что, как бы, ну, отпустились, как бы они выборы делают, да, а мы вот сейчас прицепным вагоном к ним прицепимся, на их, как бы, инициативе прокатимся, где-то покритикуем, где-то параллельно, как бы, влезем, где-то, может, что-то свое там отыграем, но вот они, пускай, в основном и тратятся, они обеспечивают этот процесс. И вот, может быть, именно этим объясняется то, о чем Михаилович говорил, что остальных как-то не очень-то видно и слышно. Потому что они вот едут на машине, как бы, и довольны в кузове. Из кузова что-то там вроде озвучивается. Ну, вот, есть, конечно, в этом такой какой-то момент сложный, но, с другой стороны, он говорит о другом, что, все-таки, все вот эти выборные вещи, это же, все-таки вопрос ресурсов, команд, сложенных взаимосвязей. И очевидно, что вот в этих командах, которые превалируют, эти составляющие находятся, ну, в нормальном, в рабочем состоянии. А у других, значит, не хватает либо ресурсов, либо людей, либо лидеров, либо идей, либо желания. Ну, вот, каких-то составляющих не хватает, чтобы, может быть, вот так вот на равных конкурировать. Ну, все выбирают рационально, поэтому, наверное. Возникает, конечно, закономерный вопрос, зачем участвовать, если не хватает ресурсов. Но, место хочется. Да нет, здесь ответ, на мой взгляд, другому лежит. Во-первых, любая политическая партия должна себя позиционировать. Если она, фактически, не участвует в политической деятельности, со временем возникает вопрос у Минюста, зачем эта партия существует. И она фактически может прекратить свою деятельность. Это один момент. Другой момент заключается в том, что любая избирательная компания, это возможность хоть как-то заявить о себе. Продекларировать свои политические идеи, показать своих представителей, лидеров. Ну, догонюху, да, согреюсь. Да, и безотносительно курятник. Мы забыли помнить еще одного участника предвыборной гонки, это партия Родина и кандидат в губернатор Александр Иванцов. Это еще просто прораймство. А новые люди, кажется, еще тоже там перед законом. Вот, не знаю, участвуют ли у нас новые люди? Вот, по крайней мере, в публичном пространстве я нигде не видел их агитации. Ну, если участвуют, их не слышно, не видно. Ну, вот, да, тут какая-то такая странная. Греются. Парламентская партия. Бегают. На минувшей неделе в отставку ушел глава Саратова Михаил Исаев. Он участвует в выборах и не может параллельно быть с городоначальником и кандидатом в депутаты. Поэтому он уводился. Исполнять обязанности мэра города доверена Ладе Макроусовой. Это бывшая глава Ленинского района Саратова. Ну, пожалуй, самый крупный, объяснимо, с точки зрения ее нахождения. Но у нас тут складывается такой похожий исторический прецедент, когда впервые кресло города начальников в Саратове займет женщина. То есть, такого не было еще в истории ни разу. Давайте послушаем, что по этому поводу думают горожане на улицах. Сейчас глава Саратова женщина. Как вы относитесь к тому, что женщина управляет городом? Я прекрасно к этому отношусь. Не стоит делить как-то, я считаю, по гендерному принципу. Главное, чтобы человек любой справлялся со своими обязанностями. А это уже посмотрим. У них видение немножко отличается от нашего? И, как говорил мой учитель философии, женщины – это версия номер два, которая произошла от версии номер один. И там уже кое-какие ошибки Бог исправил. Поэтому, вполне возможно, есть какие-то преимущества. Я считаю, что женщине в политике делать нечего. Потому что женщина – это в основном семья. Это раз. И если женщина идет в политику, она теряет либо часть семьи, а это воспитание детей, либо она не совсем добросовестно исполняет свои обязанности. Женщины бывают меньше пьющие, больше рассудительные. И, к их мнению, бывает прислушиваться обязательным. Женщины – они умные, честные, дальновидные. Пускай руководит. Лишь бы саратовцев было от этого хорошо. Иван Викторович, тот же самый вопрос вам. Нужна ли нам женщина-мэр? И если нужна, что, на ваш взгляд, от нее ждать? Каким может быть женщина-мэр? Сейчас меня леют вставить в трудное положение. И скажу, что не нужна гендерный такой подход. Скажу, что нужна-то. Ну, на самом деле... Ну, давайте не будем. Хорошо, давайте абстрагируемся от конкретных человека. Не будем говорить конкретно про Владу Мукраусова. Будем говорить, в принципе, о мэрии Саратова женщине. Я думаю, что Саратову нужен грамотный специалист. Грамотный специалист, разбирающийся в проблемах города, умеющий находить контакты языки с разными группами, имеющий, в общем-то, неплохие отношения с верхами и областными, и федеральными. Ну, и вот, кстати, Влада Михайловна, она, между прочим, всему этому соответствует. Ее неоднократно замечали и в компании Вячеслава Викторовича, и Романа Бусаргина. И действительно, она возглавляет уже много лет достаточно самый крупный район города Саратова. Там все-таки 240, по-моему, ну, или там около этого. По-моему, даже около 300. Может быть, даже больше, да. Ну, считайте, как Энгельс, фактически. Если с точки зрения смотреть, то она вот сейчас более подготовленный человек, чем, скажем, Михаил Исаев, когда он приходил. Потому что он приходил как законодатель с Госдумы. Ну, как исполнитель, вот, как администратор города, ну, у него такого опыта не было. А она все-таки уже несколько лет этим занимается. И причем за ней отмечены дела такие, ну, которые говорят об выражении интересов именно горожан. В частности, она вот там с некачественным жильем боролась. И, в общем-то, во многом успешно это сделала. То есть, ну, отстаивала интересы жителей. Вот. То, что касается там женщины или мужчины, здесь это как, это все, в общем-то, предрассудки. Потому что мы одинаковые. Главное, это набор личностных качеств. Вот. У нее, в общем-то, с набором все нормально. Вот поэтому у меня какое-то такое отношение, что пришел специалист, естественно, что перед ней сейчас будут стоять сложные достаточно вопросы. Потому что, во-первых, надо город ввести в зиму. И у нее будет первая проверка. Это, собственно, отопительный сезон, запуск школ, вузов, вот, всей этой инфраструктуры, заканчивание проектов летних, которые строительные вот тут были. Ну, вот, если она с ними успешно справится, то, значит, это уже как бы лакмус, что она это и дальше сможет делать нормально. Вот. Ну, и, в общем-то, впереди много задач стоит. Потому что много заложено таких серьезных вещей, как, например, Большой Саратов, который надо развивать. И это тоже все будет городоначальник делать, новый глава. Это будет на ее плечах. Посмотрим. И тут, наверное, некую параллель можно провести, да, что Бусаргин приходит из управленца в той же области, из поста председателя правительства, может прийти, что Макроусова приходит тоже из поста управленца. И, кстати, вот вы сейчас сказали про ее опыт руководства района, что у Михаила Исаева не было. Сейчас вот пытался следить и вспоминать. Мне кажется, у него одного, мэра Саратова, которые были вот туда в новейшей истории, опыта по управлению каким-то районом не было. Что они вот пришли с именно с административной работой с управлением района. С Аксененко, наверное, пожалуй, и не было. Но они управляли хозяйственными субъектами. То есть там у кого-то придется в фабрику, у кого-то что-то другое. Михаил Ильич, ваша точка зрения, чего ждать саратовцам от мэра женщины, если она все-таки ей станет? И, ну, может быть, какие первоочередные задачи перед ней будут стоять? Ну, я чуть-чуть затрону все-таки гендерный момент. У нас во власти женщин на самом деле гораздо больше. Другое дело, что на руководящих на первых позициях соотношение женщин уже сильно меняется в пользу мужчин. Тем не менее, женщина-руководитель это у нас не редкость, в том числе и женщина-мэр. Например, на скидку могу вспомнить Сардана Аксентьева, как раз представитель ныне партии «Новые люди», она была достаточно известна мэром Якутска. Петрозавовск, правда? Нет, Якутск, она из Якутии. Петрозавовск, там другая женщина, она из Яблока. Ну, и это не единственный пример. Их-то на самом деле гораздо больше. Если проанализировать, мы, наверное, даже удивимся. Поэтому дело тут действительно больше не в том, что женщина не женщина. Единственное, на что может сказаться то, что у нас мэром может стать женщина, это появится больше женщин на руководящих должностях в мэре, нежели сейчас. Теперь персонально по Макараусова, она действительно импонирует, имеет большой опыт управленческий. И хочу отметить в добавлении к самой коллегии два момента. Первое, у нее нет такого негативного бэкграунда. Это очень позитивный момент. Фактически никто ничего ей не может предъявить. Второй момент, она не руководила пятизофабрикой, ничего, но она выросла в муниципальной власти, ну, не из самых низов, скажем, не из ведущих специалистов, но она постепенно росла и фактически воспиталась в этой системе муниципального управления. Это тоже очень хорошо. То есть, она как раз откадрировалась как нормальная управленница. У нее произошел нормальный естественный рост. Мы очень много говорим о случайных людях, которые приходят во власть и начинают воротить не весь что. Здесь мы имеем возможность наблюдать другую картину. Приходит вполне подготовленный человек и, разумеется, от него ожидают каких-то позитивных сдвигов. У нас вообще каждый раз, когда приходит новый мэр в Саратов, с ним связывают самые лучшие ожидания. Вот сейчас уже ее назначили и ООО, раздали кучу массу всяких различных авансов. Будем смотреть, как она их будет отрабатывать. Ну да, тем более, ждать, не так долго осталось. Хорошо, ну и в финале давайте поговорим о теме, ну менее политической, несмотря на то, что у нас политический клуб, но тем не менее. Подведены итоги вступительные кампании в ВУЗы в этом году, которая состоялась, один из таких заметных событий этой приемной кампании, это то, что даже ведущие московские ВУЗы, МГУ в том числе, начали снижать требования к абитуриентам. Я сейчас не буду говорить точно за цифры, но по некоторым специальностям проходной балл по ЕГЭ, который школьники набирают, снизился до 20%, то есть такое очень резкое падение. И тем не менее, далеко, несмотря на то, что проходной балл стал ниже, не все ВУЗы выполнили планы по приему студентов. Иван, давайте с Вас начнем. Как Вы считаете, почему происходит такая ситуация? Почему ВУЗы требования к абитуриентам снижают, а абитуриенты все равно не идут? Ну, кстати, это я считаю, что с чего-то политического или не политического. Есть такая поговорка есть, что ничто по своей сути или природе не является политическим, но все и может стать. Так что это тоже тема может стать вполне политической. Ну, знаете, вообще, я бы не сказал, что ВУЗы снижают требования, это процессы такие общие, общероссийские. Во-первых, вообще баллы по ЕГЭ снижаются. Соответственно, вступительные баллы тоже снижаются. Но это не значит, что ВУЗы снижают баллы, они вообще сами баллы ниже. Поэтому, естественно, что ВУЗам приходится их снижать. это первое. Второе, тут, конечно, вот надо понимать, что вот в Советском Союзе в ВУЗах страны училось по статистике не больше 32% выпускников школ. Всего 32%. Вот где-то в начале 2000-х годов цифра дошла до 94% выпускников школ шли в ВУЗы. Это было принципиально, пойти в ВУЗ. Но это по объяснимым причинам. Заводов нет, там или с ними проблемы большие. Техникумы, соответственно, куда-чего после техникума. И вот ВУЗ вроде высшее образование, корочка, ну, позволит куда-то что-то как-то строиться. То есть люди были на это ориентированы. Вот. Сейчас по статистике. Опять же, статистика вещь упрямая. Только 62 или 64 сейчас могу немножко ошибиться, но, в общем, 60 там плюс процентов выпускников идут в ВУЗы. То есть, мы увидим, это серьезные цифры. То есть, там 30 процентов отыгрались от ВУЗов. И здесь вполне объяснимая вещь. Ну, вещь, момент первый. Во-первых, ВУЗы не для всех. Как бы это ни звучало, может быть, немножко там, некрасиво, но реально. Высшее образование не всем нужно, в принципе. Вот. И вещь вторая же. Это значит, что все-таки экономика страны, реальный сектор экономики страны, несмотря ни на что, все-таки возвращается к нам. И люди смотрят, что им лучше, идти учиться, получать высшее образование, либо отучиться там два года и пойти конкретно что-то делать там. дел очень много. Таких вот профессиональных, узконаправленных, рабочих, понятных вполне. И вот, как фактор, молодежь стала выбирать именно вот этот путь. Не учиться долго, где-то там не летать в грезах там будущего, а получить что-то конкретное, практичное и заниматься этим вот профессионально. То есть, вы считаете, что проблемы в том, что сокращается прием вуза, нет? Ну, это закономерность. То есть, это не проблема вузов или там конкретных программ или чего-то. Это развитие нашей экономики, нашего общества. Вузы ведь это элемент экономики. Конечно. Как экономика реагирует, какова она есть, на нее реагирует общество. Соответственно, есть больше запроса на вуз, меньше запроса на вуз, больше запроса на профиль такой специализированный. Поэтому здесь вузы в этом процессе тоже как элемент вот этих цепей взаимосвязей. Проблема не в них, а вот в том, что меняется структура этой экономики. Хорошо, Михаил Игоревич, тот же вопрос вам. Как вы оцениваете итоги вступительной кампании в вузы в этом году? И есть ли проблема в том, что меньше выпускников школ туда идет? Ну, давайте начнем все-таки с того, почему баллы снизились. Здесь, на мой взгляд, играют два фактора. Первый, это действительно то, что выпускники стали получать итоговые меньше баллы. И, как вот я общался со своими коллегами, многие из них склонны считать это результат вот этих вот дистанционного обучения в ковидный период. Уровень образования в школах резко упал, соответственно, и баллы по ЕГЭ тоже результативно упали. второй момент это очередное реформаторство Министерства образования, которое в прошлом году отменило вторую волну при поступлении в ВУЗы. Вот, в прошлом году так получилось, что из-за этого многие люди психовали, боясь пролететь по своим поступлениям. Вот, и так оно и получилось. И из-за того, чтобы не оказаться в такой же ситуации нынче, многие стали отказываться от поступления в столичные ВУЗы. И получилось так, что в региональные ВУЗы, которые попроще, пониже рейтингом, они получили выпускников с высокими баллами. А те, которые топовые ВУЗы рассчитывали на вот этих вот лучших отборных кадров, они как раз их недополучили. Поэтому сейчас они проводят топ-наборы. Ну и другой момент, тоже хочу отметить, все-таки стало меньше стабальников с Северного Кавказа. Все-таки там порядок наводят с ЕГЭ. Это тоже отрадно. Они очень сильно как бы отбивали тех выпускников, которые из других регионов идут. Будем так говорить. Дальше, что касается престижа, тут надо смотреть в разрезе по специальностям. По-прежнему на медицину, IT, они пользуются большим спросом. Кстати, дизайн в этом году скакнул очень сильно. А на инженерию, инженерные специальности были расширены квоты бюджетных мест, но туда стали поступать, как говорят, троечники. Из-за этого, кстати, говорят, боятся от того, что пойдет волна отчислений. Учиться там действительно тяжело. Работа не всегда престижная, не всегда высокооплачиваемая, поэтому идут туда неохотно. В связи с этим наметился некоторый провал. И по-прежнему держатся в топе популярности экономические специальности, менеджмент, право. Это никуда не делось. что касается вообще престижа высшего образования, то здесь я буду все-таки другой точки зрения придерживаться. Государство проводит политику целенаправленного сокращения высшего образования, чтобы не было тотального. Дело в том, что у нас действительно высшее образование сильно деградировало. Если мы вспомним здесь сидячий, когда мы учились, и что сейчас высшее образование себя представляет. Я в общем-то в какой-то степени поддерживаю эту политику, чтобы не с таких нюнктурных моментов нет, а просто считая, что нужно делать упор на качество. У нас в свое время выросло огромное колея, много вузов расплодилось. Они стали проводить специальности, даже непрофильные вузы, начали готовить юристов, экономистов и многие другие. И сейчас постепенно все это дело сокращается. Это один момент. Другой момент заключается в том, что государство также взяло в приоритете поддержку среднеспециального образования. И тут я уже со своим коллегой соглашусь, что люди действительно выбирают перспективу освоить какую-то реальную профессию и пойти по ней работать, зарабатывая, имея нормальную зарплату, нежели получить высшее образование и имея более призрачные перспективы трудоустроиться. Кстати говоря, работодатели сейчас стали менее требовательны к уровню образования. Если мы раньше в 90-е смеялись над тем, что у нас чуть ли не в уборче требуется высшим образованием, то сейчас ситуация на рынке труда несколько изменилась. Смотрят на профессионализм и то, что человек из себя представляет. То есть ситуация приходит как бы в норму. И учитывая то, что у нас большое количество колледжей сократилось, в нашей же Саратской области их десятки попало под нож, под сокращение, слияние и так далее, то сейчас начинают поддерживать те, которые уцелели и наполнять их абитуриентами. И по крайней мере это получается. И эти люди вливаются как раз в трудовой рынок занятости и восполняют те необходимые вакансии, которые нужно заполнять рабочих специальностей. А у нас их как раз больше всего востребовано. Нежели экономистов, юристов. Ну да, у нас тут уже появилась целая плеяда. Лично сталкивался сантехников, электриков трезвых, не пьющих, и которые в качестве благодарности, как и бывало раньше, бутылку не требуют. Спасибо. Это был политический клуб открытой позиции. Меня зовут Илья Леонтьев. Гостями нашей студии традиционно были директор областной газеты «Провинциальный телеграф» Михаил Шмирев и заведующий кафедрой Павловского института управления Иван Бирюлин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова